всем доброе доброе утро всем хорошего начала дня позитивное настроение друзья переехали на мост сели вчера ночью но это сегодня ранним утром оказалось как будто это ночь переехали мост и вот мы оказались утречком здесь вышли остановочка 30 минут это мы с вами уже на там они и будем плавно двигаться садились последний вагон оказались теперь первыми что-то нас так перецепляли гремели а как нас в конце поезда мотала вы даже не представляете это просто было что-то с чем-то мы тормозили как будто последним составом это жесть что хочу сказать в конце отпуска ну ложка дегтя в бочке меда все-таки оказалось скажу скажу вам сразу это самый ужасный вагон на весь вагон во всем в вагоне две розетки от нас через два купе в одну сторону и в другую сторону через два купе мы посередине но в общем одна розетка есть в коридоре в конце туалета и 1 в самом туалете в конце в первом туалете который начале вагона в розетке есть розетка около чайника сегодня вам решила налить кипяточка точно бездорова вообще все короче кипяточка налью пока она там это чтобы водичка тут подостыла пока чуть-чуть она подостывала на дне рыжий песок короче чайник самовар тоже не ахти не айс вот как-то так в общем что сказать вчера вообще я была в шоке когда мы только сели на этот вагон в общем вагон говно извините за мой французский но по-другому никак все настолько ужасно и все вот прям вообще совдеп совдеп туалеты просто трэш короче едем мы гранд сервисом там покупала нас на сайте таврия по вагоны арендованы у ржд самый ужасный капец уже который до списанную ржд и наверное таврия их решил арендовать в общем это давно надо на металлолом может быть кому-то ехать и две остановочки и две станции 5 станций два часа шесть часов и все нормально то у нам ехать два с половиной дня на этом поезде без того чтобы зарядить телефоны в таких условиях элементарно даже нет или зарядки батареи у этой розетки и потом еще шесть часов надо доехать до дома пока она заберет трансфер плюс-минус и того 8 до и соответственно если не будет телефон заряжен мне даже не связаться с водителем ну чем короче трэш ну представляете я короче недовольна недовольна друзья в общем вот это вот ложка дегтя бочки меда под конец ну чтобы не все так казалось малиной весь отпуск а что-то надо было ну прям так хорошо добавить так вам смотрю перед заезда на мост была пробочка потом я уже не смотрел в другую сторону окно смотрела там где и интереснейшая все было смотрела туда все интереснейшая рассмотрел озвучивать вам не буду очень собираетесь сами руки и ноги и смотрите что там было то опять напишут комментаторы на срок наговорили все остальное очень собирать сети смотрите так что у нас прогулочка тут жаришь к жарко вечером было симферополе так холодно так он на ночью уже толстовки кто ветровка даже куртках там реально холодно было и старчик к нам цепляться мы теперь всю дорогу там цеплялись отцеплялись теперь пока тоже будет цепляться с вами друзья оцепляться в общем то опять у нас вопросы такие смены локомотива вы решаются у нас здесь так что вот сейчас мы прицепимся а потом будем завтракать захочется кушать завтракать о связь пошла кого-то у меня что-то еще пока нет так что будем завтракать что у нас катерцем обранка собирается хотим картошечкой зеленью будет такой завтрак потому что все хотят есть со шпигачками все сварено отварено осталось только в общем то есть уже есть лимонадик едет крым лимонадик из крыма едет ну что стоило только мост переехать уже погода кого это природа изменилась пока погода еще нет хотя мне уже пишут что готовьтесь морально подготавливайтесь на южном урале прохладненько ходим в кофточках курточках может мы пока доедем так потеплее но мы наверное тепло может быть это везем должно потеплеть кружок приезду я думаю не теряем надежды подсолнухи были виноградники теперь подсолнухи давай так ну что друзья время обеда приближается пошел вход доширак доширак телефон заряжала непонятно где вообще еле пришла поэтому съемки будут в этом поезде не пойми какие но как-то в общем курочка тут нарезана яйца и в общем можно будет что друзья мы прибыли ростов главный остановочка 17 минут стоим тенечки жаришка ой 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 я вам хочу сказать жаришка вы все так же первый с вами вагончик пойдем с вами на ложка чтобы ощутили эту жаришку что-то дома по прогнозу прогноз погоды не радостный дома как-то так холодно как-то холодно а здесь жаришка в общем едем ладно остановок на нашем маршруте вот симферополе уфан поезд идет до челябинска мы просто в уфе выходим очень мало остановок и такие там стоянки две минуты там чего-то совсем-совсем чуть-чуть поэтому стоим совсем мало но жизнь на перроне хотя бы на 17 минут выйти и прогуляться и подключать воздухом тоже очень хочется кто-то вышел у кого-то посадка все заняты своими вопросами и будем двигаться дальше и так что-то уже устала устала ехать устала что меня шатается скучно стало что меня туда-сюда мотает и прямо такая раз жара кондиционер не особо справляется и там жарко жарко и прям укачивая прям тут вот вот мотает и укачивает мотает и укачивает не переставая дать я тоже жара невозможно это вообще невозможно вопрос с розетками пока немножко решился у нас девушки одной есть удлинитель и пока мы там немножко что-то там заряжаем я уже силу пауэрбанк подзаряжать потому что она в цызра не выходит из нас и в общем-то все поедет домой ослаждаемся солнышком да ты сумочку солнышко положила везешь домой да положила я прям его впустила туда и закрыла этот кармашек тоже подал потому что там к нам пришло знаешь что такой маленького русского был коленочка как-то не входишь маленько немножко солнышко нужно что-то ложка во все карманы вас за пазуху и домой хватит все у них побыло где тепло давай теперь к нам мы это вот это вот туда гоним с поездом прям с ветерком заметят даже они получат подостынут немного там наши подпадутся да поэтому с ветерком мы вы домой и везем домой видим всем поездом вот так что поезд длинный не знаю сколько это у нас там вагонов только кусты и вода за кустами вот спикеры за длинный Добро пожаловать в наш канал. 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 За окном пейзаж поменялся, градусы тоже, стало много прохладнее, практически нет остановок, только какие-то здесь 2-5 минутки, в основном только ездим. Ну что, друзья, Саратов встретил хорошей солнечной погодой, на улице прям тепло, хорошо, так что стоять нам минут 25, и потом большая уже остановка у нас будет только вечером в Самаре, поэтому выходим редко, воздухом приходится дышать мало, в основном едем-едем, или остановки, как я вам уже говорила, совсем маленькие. Мы пристегнуты к локомотиву, хотя у нас номер 19, мы идем первыми, а нумерация уже к хвосту уменьшается, в самом начале ехали последними, а потом как-то чудесным образом за ночь оказались самыми первыми, так что едем теперь первым, так скажем, вагоном под номером 19. Вот, в Самаре, в Самаре вечером остановочка, остановочка на час, жду встречи с девочками на перроне, на перроне, надеюсь, что у них, кто запланировал у всех, получится встретиться и попасть на вокзал. Все прогуливаются, прогуливаются, так что, в общем-то, вот, прогуливаются, дышат воздухом, и мы как бы тоже прогуливаемся, потому что утром мы выходили совсем на чуть-чуть, да, совсем на чуть-чуть, даже не заметим, уже очумели. В поезде, если честно, от нехватки кислорода, и вот от этого вот просто чух-чух-чух-чух, бабушка учить дело вообще, она уже все такая засыпает, маму, и она подумала, что Илья звуки издает, да, что она тебе сказала, типа, перестань издавать звуки. А потом она говорит, я понимаю, что я в поезде еду, я говорю, вот так вот, уже все, шарики за ролики, как говорится, так что, да, дышим воздухом. Пока есть такая возможность походить, немножко ножки размять. Ну вот, такая остановочка, поезд тут рядом стоял, уже ушел, мы туда стали, почему они так думали? Что там? Мы здесь ножники покупали. Да, да, да. Вот, под этой лестницей мы можем, типа, кальций. Дышим воздухом, куда ли? Ну что, мы уже движемся плавно. Что, плавно? Пойдем. На Самару. Вечером поздненько у нас остановочка на один час. Красота. Такой уже закат. Закат красный. Ну, окна такие, да, грязные, поэтому вид такой. Ну, а мы тут решили в картишки переброситься с рисунками, местами Крыма. Свет уже дали, включили так, чтобы идем играть в картишки, друзья. Ну что, девочки, мальчики, мы в такой темноте в Самаре, в темноте в Самаре, встретились с девочками. Вас видно. С девочками встретились наконец-таки, да, всем привет. Всем поближе, ребята, чтобы было видно. А нельзя там вспышку включить? Нет. Нет, да? Нет. Там. На стороне посвятить. А, да, вот здесь если посвятить. О, вот так нас будет видно. Так что, друзья, вот так нас много. Она с ней не хочет. Так что мы тут с девочками болтаем. Вот, девочки, всем огромный привет нашим тендешницам. Это мы с девчонками встретились здесь в Самаре. С двумя Наташами. А вон нас три Наташи. Загадывайте желания. Спасибо, чтобы все ваши дела не сбывались. Так что вам передаем привет. Завтра утром выложим чатик, правда? Да. Так что всем приветики из Самары. От девчонок и от меня вам. Девочка, мы прочитаны. Давай. Ты сейчас приедешь, да? Я там целая рада тебя видеть. Вообще. Девочка очень приедет. Да, приятно познакомиться. Вообще неожиданно. Спасибо, что вы этот день. Провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко. Целую и говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин